всем привет рад приветствовать вас на канале миниатюры и диорамы и мы продолжаем с вами цикл роликов диорама с нуля и до финала в прошлый раз мы с вами поговорили о создании основания подобного самого-самого простейшего без каких-либо излишеств просто обычное красивое основание для вашей работы в этом ролике мы с вами поговорим о двух вещах если нам позволит временной формат и эти вещи они одни из самых основных это первое создание сюжета как до этого дойти вообще и где его можно взять сюжет в диораме в принципе это основополагающее что очень сильно влияет на восприятие есть работы выполнены очень качественно очень красиво с технической точки зрения но они абсолютно лишены какой-то смысловой нагрузки что в принципе их значимость делает равной нулю а есть работы которые выполнены в среднем качестве да так сказать то есть там нет профессиональной росписи еще чего-то но они очень сильно осмысленные поэтому создают впечатление довольно более сильное и очень сильно это откладывается в подкорке нежели работа пустая бессмысленная но качественно выполнены и так где же взять этот сюжет зачастую фирмы такие как мастер бокс сейчас я покажу представляют уже работу готовую то есть ваше дело только собрать покрасить и разместить на каком-либо основании давайте рассмотрим из мастер бокса у меня есть три набора мы просто их посмотрим то есть есть подобный набор да здесь сразу можно видеть то есть в принципе готовая работа с сюжетом еще с чем-то но если к этой работе добавить допустим конницу на которой указывает женщина мы получим с вами довольно таки интересно диорам также у них есть подобное готовое решение где нам стоит только изготовить часть здания или же там допустим горы какие-нибудь и зачастую вот есть мастер бокс уже готовые зарисовки для создания какой-либо работ и это очень сильно упрощает жизнь новичкам наверно потому что особо не надо ломать свою голову многие сюжеты рождаются при просмотре военных фото но там уже нужно после просмотра фото выбирать подходящие фигуры проводить конверсии то есть это уже немного другой уровень но это тоже имеет место быть зачастую многие диорамы рождаются по фотографиям то есть вдохновение можно искать где угодно можете брать готовые решения или можете брать фотографии и по ним уже работать вы можете придумать допустим вы прочли какую-либо статью историческую справку и по ней пытайтесь воспроизвести события которые там происходили сами подбираете положение фигура сами проводите глубокую конверсию и получаете на выходе очень интересное решение самое главное что диорама должна быть осмысленной в принципе на этом я думаю этот вопрос можно закончить где брать сюжет и сюжет и есть готовые подытожим сюжеты есть готовые и сюжет есть которые можно создать самому готовые это наборы которые предлагают мастер бокс dragon кстати тоже очень хорошие у них инсталляции или военные фото но по фото единственное вам придется более сложно все это доводите до того состояние которое вам интересно теперь мы перейдем к ко второму вопросу это создание можно сказать самого основного создание рельефа на той или иной работе я хотел сделать здесь просто основание до плоская какой-то то есть вот взять сейчас на данный момент вот по этой рамке сделать землю и все но я решил как мне нужно показать вам создание рельефа хотя бы небольшого например как на работе с велосипедом там был небольшой рельеф четырехмиллиметровый до подъем здесь мы сделаем примерно то же самое то есть вот с одного угла сейчас я возьму карандаш пусть это будет акварельный карандаш то есть одного угла мы сделаем с вами ручей здесь будет ручей ручей здесь будет тропа небольшая лесная возможно здесь будет пару деревьев куст трава чтобы максимально нам оживить нашу работу почему я начал работать именно с тропой а у меня есть подобные фигуры от сталинград и я думаю мы будем с вами их использовать возьмем наши вот эти вот фигуры и без к и без каких-либо конверсии и прочего будем использовать их на этой тропе это будет наш с вами наш с вами сюжет простейший банальный очень простой сюжет который производитель создал можно сказать нам сам есть также мне интересные работы по интересные фигуры по первой мировой войне но там нужно будет создавать окоп еще что-то я хочу показать что-то простое но действенное возможно в будущем я сделаю отдельные ролики по работе но это уже будет не формате каких-либо там обучающих роликов а именно как я делаю работу не так углубленно объясняя все вот это у нас будет две фигуры у нас будет тропа и ручей соответственно на данный момент чтобы ручей у нас имел какую-то определенную глубину нам нужно вот эту часть которая будет с землей сделать выше поэтому можно здесь использовать картон толстую бумагу обычную бумагу туалетную смачивать водой и приклеивать но я буду использовать модельный пластик двухмиллиметровый который использовал на работе с велосипедистом когда-то я делал с помощью него опалубку и на данный момент в принципе из него можно делать только рельеф потому что он имеет липкий слой то есть в принципе пластик испорчен и поэтому буду использовать его для создания рельефа на основании берем мы с вами наш лист прикладываем к основанию и смотрим что нам нужно его подрезать берем мы с вами линейку и прикидываем какой же все-таки ширины у нас будет поверхность земли вырезали мы с вами первый слой теперь надо дополнить все это чтобы дополнить мы с вами делаем метки и здесь также убираем лишнее так как точность нам здесь не нужна особо мы здесь не пытаемся создавать каких-то точных прям обрезов единственная точность нам понадобится только вот в линии которую мы с вами провели дальше нам надо часть берега так как она не может быть ярко ярким таким обрывом вот это вот где-то до такого момента до такого момента сточить на сход чтобы у нас берег был пологим здесь можно использовать как наждачную бумагу так и обычный нож я наверно срежу все это ножом так как режется вспененный пластик очень легко как видите это очень простая операция в итоге мы получаем подобную вещь теперь нам все вот это можно приклеить в принципе мы с вами практически получили готовый рельеф очистим наш стол вот сейчас мы все это приклеим думаю выше не имеет смысл делать 4 миллиметра этой высоты должно быть достаточно для небольшого ручейка я приклею это скорее всего цианоакрилатом так как не вижу смысла на деревянном основании использовать какие-либо другие клеи цианоакрилат прекрасно прихватывает пластик на данный момент мы с вами создали сюжет и рельеф единственное из рельефа что нам еще понадобится это сделать тропу сделаем мы ее наверное немного искривленной прикинем наши фигуры этой тропы вполне будет достаточно для двух человек и часть где должна быть тропа мы с вами сейчас немножко наждачной бумагой сделаем рельефной когда мы немного проточили нашу тропу она стала ниже с самого основания мы с вами можем уже приступать к созданию земляной поверхности к приложению к основанию наших кустов деревьев чтобы понять насколько это нужно или не нужно создание дна прокрашивание основания в нужной оттенке но на данный момент я думаю стоит остановиться на этом так как мы с вами рассмотрели такие вещи как поиск сюжета и создание базового рельефа на основании впоследствии вот этот рельеф он в принципе меняться уже не будет вы задаете его на этапе создания каким вы его создали изначально таким он у вас останется то есть это один из важнейших этапов даже как и работа с сюжетом в следующем видео мы с вами уже полностью наверное погрузимся в создание дна ручья создание земляной поверхности и тропы впоследствии будем работать в следующих роликах у нас будет после создания земли ручья у нас будет создание кустарника деревьев и возможно если мы уместимся то сделаем еще создание воды а на данный момент я думаю ролик можно закончить возможно он получился не таким информативным каким вы его ждали но я думаю что стоит подавать информацию если это именно видео для новичков я думаю что информацию стоит подавать дозированно именно поэтапно с нуля и до финиша в первом ролике мы с вами рассмотрели создание основания во втором ролике мы с вами рассмотрели создание сюжета и базового рельефа а в дальнейшем будем поэтапно рассматривать создание земляной поверхности создание растительности роспись фигур работа с мелочами и финальный результат какой у нас получится на данный момент если видео кому-то оказалось полезным подписывайтесь на новые видео ставьте палец вверх всем пока субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...